Однажды, в начале июля, в разгар плодоношения клубнички, после трехдневного перерыва, прошел как раз очень-очень сильный ливень. И вот приехали мы на дачу и первым делом пошли смотреть, что же с нашей клубникой. Боялись, что будет дождем, она повреждена. Возможно, даже град возможен был. И вот сразу начали осматривать. Вот это клубничка Юля. Она уже к этому времени заканчивала плодоношение. А вот это клубничка Лорд. Лорд только-только в самом разгаре. И вот за три дня довольно много ягодок уже поспело. Конечно, сейчас срочно придется их собирать. Видно, что на грядках здесь постелена мульчай с сосновой хвоей, поэтому ягодки более-менее чистые. Но, тем не менее, дождик был очень сильный и пришлось попереживать за сохранность ягодок. Видно, что урожай довольно нормальный. Хотя клубничка у меня, конечно, не очень может быть здоровая. К сожалению, она заражена земляничным клещом. Если присмотреться, можно легко увидеть, что листики повреждены часть. Также в небольшой степени есть и повреждения листиков пятнистостью. Но, тем не менее, урожаи получаются более-менее нормальные, во всяком случае, для меня. Плантация моя к этому времени составляет 300 кустиков. То есть, 10 грядочек небольших, вот таких вот. И ягод вполне достаточное количество. После осмотра сразу придется приступить к сборке ягод, потому что сыро. И хотя очень жарко, возможно, еще дождик какой-нибудь придет. И поэтому надо побыстрее ягодку собрать и ее уже потом обработать. Сразу видно, что ягодок довольно много. Уже исходя из опыта, я уже знаю, что будет довольно трудоемко все это собрать. Но делать нечего. Ягодку оставлять нельзя. Это с одной стороны трудности, а с другой стороны всегда приятно, когда ягодки много и ягодка довольно неплохая. И поспела неплохо. Урожай клубники, забегая вперед, сразу скажу, в этот раз составил. Имеется в виду разовый сбор 60 литров, то есть 6 вегер. Мы приехали в первой половине дня, после ливня. Чуть-чуть подождали, но долго ждать было нельзя. Как чуть-чуть немножечко подсохла ягодка, сразу стали собирать. Первый день не удалось нам собрать всю ягодку. Пришлось на следующий день заканчивать. Но в целом урожай был успешно собран и оказался довольно неплохим. То есть ягодки в основном, конечно, в основном все целенькие, поврежденных нет, гнили, к счастью, нет. Вот хвоят уже отчасти в этом помогает. И хотя дождик, конечно, изрядно заставил нас понервничать, но ягодки в основном оказались целые. Ну а клубничка, конечно, все знают, это замечательная ягодка. Скажу по секрету, это моя любимая культура. То есть я больше всего времени уделяю клубнике. Очень люблю эту ягодку. И действительно, ягодки у нее очень красивые, очень вкусные. И что очень приятно, в нашей местности довольно урожайные. Вот все яблони у меня замерзли, кто видел мой участок. Осталось только две грудно-алтайки, и то сильно поврежденные. А вот клубничка растет. Благодаря сосновой хвои она дает неплохие урожаи. Так что я желаю всем огородникам разводить клубнику, собирать хороший урожай и с удовольствием кушать эти замечательные, вкусные, красивые ягодки клубники. Что бы там ни говорили, клубника это царица сада.